Но для тех, кто в день города был за городом и пропустил карнавальное шествие, предлагаем вспомнить самые яркие и запоминающиеся моменты праздника. Сибирский карнавал под изнуряющим почти бразильским солнцем, поющий в Рио губернатора и зажигающая приглашенная звезда, правда, на разных сценах. Обо всем по порядку, Екатерина Мут. Красноярск кружит вихрь карнавала. Мой город, мы сегодня танцуем с тобой. В 12 часов дня после выстрела пушки Красноярск начал отмечать свой день рождения. Праздник открылся с традиционного карнавального шествия. Единственный городской телеканал ТВК транслировал шествие с полудня. Народные песни, игра на инструментах, участники в узбекских, монгольских и японских костюмах, гимнасты, машина из шаров. Все это и многое другое показали участники праздничной колонны, которая двигалась по самому центру города. После карнавала городские гуляния продолжились. Артисты из ближнего и дальнего зарубежья выступали перед красноярцами. Праздничные площадки были открыты во всех районах города. Не танцевал, но зато пел для горожан еврео-губернатора Виктор Толоконский в сквере Дзержинского. В сопровождении такого родного для него ансамбля из Новосибирска. 40 минут красноярцы слушали, как упоительный в России вечера, вальс, бастон, сиреневый туман и давай пожмем друг другу руки. Музыкальный коллектив понимал в рио губернатора без слов. Репертуар известный и любимый. В финале к Толоконскому присоединилась и его супруга. ПЕСНЯ На главной сцене УБКЗ почти ровесница Толоконского 64-летняя американская певица Глория Гейнер тоже выступала для отдыхающих горожан. В течение полутора часов она танцевала и пела на сцене. Посмотреть на выступление звезды пришло более 5000 человек. Завершилось честование дня города праздничным салютом в 11 часов вечера, который традиционно запустили с трех точек города. Екатерина Мут, Новости ТВК.